Эта дата обозначена в календарях черным траурным цветом. 22 июня началась летопись одной из самых страшных и кровопролитных войн за всю историю человечества. В День памяти и скорби в Люберцах прошли митинги и патриотические акции. Наша съемочная группа приняла участие в торжественном возложении цветов у Вечного огня. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. С тех пор, как прозвучало это страшное объявление, прошел 81 год. Но память о том самом дне, когда история страны разделилась на до и после, жива до сих пор. У мемориала «Вечный огонь» собрались люди, которые застали тяжелые годы войны в самом раннем возрасте. Я родилась в 43-м в концлагере. Родители были угнаны, мама уже была беременна мною. И я там родилась. По рассказам мамы... Голод и холод, это никуда не денется. Голод, холод, за колючей проволокой. Помню бомбежки, помню голод. Не могу сказать, что очень много помню. Ну, осадок, так сказать. Почтить память павших героев пришли не только те, кто видел Великую Отечественную собственными глазами, но и представители разных поколений, которые знают о войне, из рассказов родителей, дедушек и бабушек, и из урока в истории. 22 июня – одна из тех дат, которая объединяет всю страну. На территории нашего района, округа были развернуты и авиационные полки, которые защищали рубежи подхода к столице. Мы всегда будем помнить, всегда будем чтить наших героев. Эту память необходимо передавать и, конечно же, молодому поколению. 22 июня – короткая ночь, самая короткая – рассвет. И началась та страница истории, которая, конечно, унесла жизни миллионов и миллионов людей в нашей стране и во всем мире. Но это страница истории, которая повеяна героизмом всех советских людей. В память о том самом героизме и о людях, чьей жизни забрала война, объявили минуту молчания. В 12.15 по московскому времени жизнь всей страны замерла на 60 секунд. После этого жители городского округа Люберцы возложили цветы у подножия памятника воину-освободителю. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните.